всем привет добро пожаловать на мой канал вечерние посиделки с вами анна сегодня мое видео будет посвящено покупкам которые я делала за последнее время не все они до меня еще добрались я еще буду ждать потом все вместе я думаю что смонтирую и давайте начнем купила я значит ножницы сейчас покажу такие вот зеленые в горошек это я взяла себе покупала в тетушке сове такие вот они салатовые еще также розовые это уже ли за себя выбирала это будут лизины ножнички такие красивые также я купила такие ножнички они очень хорошие острые но это вот ножницы не рукодельные для маникюра наверное так как-то их надо называть ну я их купила именно обрезать ниточки может быть там фетр отрезать очень острые и для меня удобные и еще заказывала такие ножницы это уже я покупала на алиэкспрессе у меня такие были ножницы только золотыми узорчиками я их маме отдала и потом поняла что мне тоже такие нужны потому что но они были самые такие из моих ножниц очень острые и вот для обрезания фетра когда там делаются новогодние игрушки магниты да когда фетр приклеивается вот они просто незаменимы потому что очень острые и очень удобные и я вот себе тоже заказала как-то не так долго добирались потому что их заказывала 11 ноября наверное получается там когда был день шопинга по 11 ноября и вот я их заказала и как-то вот они долго до меня довольно таки шли ну наконец-то дошли вот эти вот ножнички сейчас у меня есть и еще ко мне двое ножниц должны прийти но к сожалению пока не пришли я думаю если они дойдут за это время я все-таки включу их тоже в это видео мы посмотрим как получится также у меня была покупка авторских схем я покупала их в основном все в черную пятницу были скидки я вот взяла сейчас покажу вот такую вот схемку надежды на горные гусь в яблоках такой вот замечательный сюжетик с юмором я думаю кто-то немножко плохо наверное входит но я думаю видно так зачем то затем значит я купила такой сюжет такого замечательного котенка который прикидывается зайчиком для своей хозяйки сел он значит в коробку либо он как подарочек такой и вот здесь вот у него такая веревочка ушки видимо надевал такой забавный код и называется я твой зайчик но это перевод с английского так это получается светлана немирицкая автор также я купила свою схему любимую которая у меня было долгое время в хачушках и вот наконец-то я купила по выгодной очень цене с 50 процентной скидкой вот сейчас есть у меня такая красота мухоморчики эти очень жду встречи с ними наверно только осенью но может быть раньше ну посмотрим может быть и начну весной либо летом но мне очень хочется их вышивать но у меня же там есть кое-какие небольшие такие планы видела я этот сюжет в отшиве в инстаграм по моему и но очень красиво мне понравилось промотка красота не то что на превью так что он я вас купила кстати да это наталья черепанова ну тут здесь вот видно на английском написано от марии бровко купила тоже несколько схем купила свою любимую весеннюю чашку вот она давно у меня в хачушках она мне давно очень нравилась и нравится и не перестает нравиться и я подумала что почему бы мне и как раз и не купить тем более вот были скидки купила значит от марии бровко эту чашечку потом такую такую вот белочку но вообще эта схема вот этой белки она дается за покупку нескольких по моему схем но так как вот эти все у меня схемы были по акции я ее тоже купила но со скидкой купила ее но вообще этот сюжет примитивный такой мне нравится я купила может быть и лиза захочет у меня вышивать либо я сама выше потому что мне очень нравится мне кажется что вот этот вот сюжет был очень здорово бы пошел на подушку на кухню ну либо в детскую комнату такая вот красивая белочка так еще я покупала такого зайчика хочу его очень сильно вышивать мне почему-то сейчас не хочется вышивать ничего новогоднего мне хочется вышивать вот этого зайчика я даже ниточки сейчас на него вот буквально вчера купила дмс по ключу такой замечательный зайчишка не знаю мне кажется что он такой немножко пасхальный потому что такой кроличек белый планировала я его вышивать на пасху но мне такое чувство что я может быть после нового года уже его начну и если не утерплю то до нового года потому что нитки есть основу тоже какую-нибудь подобную думаю что найду и буду вышивать и из этой же серии а нет еще пока не из этой же серии это кстати был зайка с колокольчиками вот этот назывался от марии бровко вот такого зайчонка купила он у меня знаете ассоциируется с алисой в стране чудес ну потому что белый кролик и чашка дата как бы ссылает нас к чаепитию вот этому знаменитому когда они там чай пили вот этот совсем такой милаш мне он очень понравился и это было как бы старая такая схема марии бровко я подумала что вдруг она ее потом не будет скором времени вообще продавать и решила тоже себе взять и потом я обязательно вышью мне такого милашество накупила так и вот этот вот прекрасный утеночек также от марии бровко из той же серии как вот беленький кролик с колокольчиками здесь я наверное гусенок и черепашка это гусенок оказывается не утенок тоже милейший сюжет подкупил он меня тем что здесь ну во первых этот милейший гусенок и во вторых вот анютины глазки фиалки да вот эти цветочки называются я очень люблю анютины глазки и вышивать и вот люблю любоваться ими в саду ну и здесь такая милейшая конечно же черепашка тоже тоже буду вышивать просто наимилейший сюжет раньше такие схемы не покупала под все время думала куда мне вот такие вышивать ну как помнишь дочку и 8 лет вроде как и не знаю уже наверное и по возрасту ей не особо но сейчас решила что я буду вышивать то все то что мне нравится и уже сама там найду как оформить такие детские сюжеты так еще вот у меня была покупочка вот такой схемы я уже показывала этого зайчика в отшиве у меня черно-белый я его не распечатывала цветным ну потому что уже я думаю что уже незачем потому что его вышила второй раз я вряд ли его буду отшивать но вот просто показываю что у меня была вот такая вот готовая работа и еще вот буквально недавно буквально когда-то наверно позавчера я купила схемку вот такую вот сейчас в общем блуждала по инстаграму видела вот эту вот схему увидела отшивы там зашла в контакт посмотрела сколько эта схема стоит да там написала автору екатерины бесперстовой вот и купила схему очень мне нравятся эти коты они такие забавные такие с юмором там еще подобные есть мопсики и сейчас я уже начала вышивать купила нитки начала вышивать вот этого кота он такой ну как бы не особо довольны до его нарядили в комбинезончик свинки символа года и он тут такой хлопнул хлопушку ну и не особо он конечно всему этому рад вот этому новому году такой очень очень недовольный но и в то же время забавный код вот потом покажу что у меня получается с этим котиком и мне лиза сказала моя дочка вышить вот этого обязательно рыжего потому что он похож на нашего кота леву тоже рыжий и и мне нравится еще вот кот олень вот этот и такой вот серенький это кошечка с бантиком тоже очень милая вот но пока планирую вышивать вот этого и этого там посмотрим как вдохновения хватит потому что ну я как-то не люблю сериями все сразу вышивать и как-то так постепенно по вдохновению вышиваю и еще вот за покупку этой схемы мне екатерина предложила выбрать бесплатную схему вернее наверное не бесплатную схему за покупку и я выбрала вот этого мопсика чудесного у нее вообще очень много мопсиков разных схемок как оказалось я просто не была на нее подписана в контакте и вот не получала уведомления как-то особо вот не знала этого автора я знала что ее печатают в журнале все ройка делий но это пожалуй все что я знала в такие интересные у нее акварельные пейзажи печатались но я даже не знала что вот такие вот у нее тоже красивые очаровательные схемы могут быть так ну со схемами это да все сейчас вам еще буду показывать свои покупки мне здесь плохо входит я купила себе киснапы сью изи это химлайн фирма вот эти вот размеры у меня 43 на 43 сантиметра также купила двойные двойного размера там они делаются 43 на 28 либо 28 на 28 там такие вот они составные есть но я их уже не буду вам показывать потому что мы все понимают что такое киснапы да купила я себе вот такой наборчик это получается у нас милл хилл он хэллоуинский сейчас может быть будет сильно бликовать ну вот так покажу здесь такой ведьмин домик вот здесь ведьма колдует вот можно видеть вот она в рыженькая такая стоит я думаю что и ванда зовут потому что наборчик вот я его покупала у люсиль он у них переводился как волшебные палочки ванды вот ну вообще я так смотрела что вот этого вент или как она там читается палочки просто переводится но здесь пришивной элемент вот такая тыква все публикует бисер вот нитки очень мне понравились и вот эта вот ниточка я уже смотрела такая беленькая она светится в темноте причем очень сильно светится хочу на следующий хэллоуин ближе ну наверное там в начале октября может в конце сентября начать этот наборчик вышить но пока еще думаю вот с основой все таки я против перфорированной бумаги потому что она пока у меня вышивается такого рода наборы у меня приходит негодность перфорированная бумага я уже там начинаю переживать что это все у меня в руках будет разваливаться но зато на перфорированной бумаге очень легко оформлять возможно я возьму канву либо равномерку наверное наверно канву лучше взять вот но я еще подумаю насчет основы может быть все таки буду на этой перфорированной бумаги как-то аккуратно вышивать здесь вот интересно что здесь так вот по крыше вот такие вот элементы идут интересные бисерные здоровски такой набор там еще есть знаете компаньон к нему там такой код называется полнолуния код на фоне огромной луны все тоже вот в таком таких малиновых цветах но красота и там вроде как знаете нас на заднем плане вот стоит домик но подобное этого конечно же не стопроцентно но мне кажется что очень похожий дом и работа как раз парная но я решила что если один это шью то я второй себе куплю чтобы ну как бы место уже ограничены для хранения не буду все подряд скупать ну и не отходя далеко от темы милхил да вот я купила такую рамку у меня есть вот еще пара напоров от милхил один у меня в процессах лежит один вещи не начинала вышивать и и вот я купила рамочку под какой-то из них я думаю что она подойдет просто попробовать это я так понимаю рамка фирмы гамма покупала ей на мире вышивки но они вот есть леонардо в наших леонардо так как он очень маленький там вообще мало рамок и вот у нас нет таких рамочек хотя они разных цветов бывают и можно там их покрасить не помню как натуральные смотрел на сайте бывают еще вот купила новогоднюю ткань для оформления пин кипчиков новогодних пускай вот у меня будет она такая нейтральная бежевая и мне кажется под многое подойдет новогодние такие цвета красные синие зеленые шарики здесь конечно золото у нас леонардо покупала покупала я вот такого рода ленточки еще мы там с лизой вот на такую ленту флажки повесили новогодние вот но я не все вам ленты показываю только парочку потому что я много купила просто потому что подарки как-то упаковывать они очень тоже удобны либо вот игрушки до развешивать флажочки тоже очень хорошо удобно на них и закупилась я тут много бисером не знают он разный 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 тут эти оттенки синего разного красиво тут прициоса покупала я его на мире вышивки разный такой взяла потому что мне лиза немножко бисер потратила и я купила чтобы у нас было еще немножко запасы такой разный разным все цвета покажу наверно так вот такие вот оранжевые тут а это кстати вот эти я покупала леонардо вот эти вот потому что уже гамма ну вот много много всякого бисера такой фиолетовый и вот еще леонардо купила такой красный прозрачный такой красивый бисер вообще я планировала в общем там куда волшебной страны вышли на пластиковой не знаю на пластиковой основе так наверное назвать новинки я там заказала нам кстати должны с лизой скоро прийти они я там заказывала птичек вот но мне не понравилось вообще их цветовое решение я сразу хотела на красный менять бисер сделать птичку там например белокрасный а вот серебряный бисер там убрать вообще и потом я смотрю когда мы уже все сделали заказ что у них выходят новинки еще более новые там как раз вот этот прозрачный бисер красные и ну там же по-другому смотрится там золотой по моему и белый очень красивые новинки но их нам конечно будет тяжело купить когда они еще появятся у нас неизвестно в общем все это нужно ждать и вот ближайшее время я думаю на следующей неделе придет мне эта птичка я хочу попробовать поменять бисер что получится мне кажется она будет более нарядной более новогодние я уже говорила в одном из своих видео что я стараюсь чтобы у меня елка была такая больше в красных тонах мне просто этот цвет очень нравится и я вышиваю там игрушки либо покупаю более такие ну вот красные да там либо чтобы какой-то элемент был красный примеру бисер или чтобы он вышивался красными нитками чтобы не так лаконично все смотрелось вот на алиэкспрессе еще заказала себе в такой вот органайзер девочки хвалят что вот эти китайские органайзеры что они очень хорошего качества извиняюсь за шелест я решила тоже себе заказать здесь вот получается четыре вот этих вот бумажечки до таких картон очки куда можно символы написать в общем буду пробовать да мне тоже понравился внешне как этот выглядит органайзер ну еще в тетушке сове я заказывала заготовки от волшебной страны его часть пока не пришло в часть пришло в основном пришли мне пасхальные наконец-то вот давно хотела вот этого зайчика с ушками ну вот из новинок код пришел такой вот очень нравится мне такое бело с розовыми бутонами значит вот такую птичку я себе заказала с яблочками либо с вишенками тут такая красивая буду вышивать еще одну розу заказала она здесь комплектуется розовым бисером там небольшой участок вышивался светлым оранжевым бисером и сейчас они начали розовым комплектовать хочу еще раз вышить ее я хочу маме подарить эту вот розочку можно 8 марта и еще заказала вот эту вот курочку я давно ее хотела но вот на мере вышивки не смогла ее я купить там ее не было почему-то мы что же раскупили купила тетушки совы тетушки сове в группе вконтакте еще вот купила такой чайник мухоморный мне он очень понравился такой красивый здесь я снова вот это подставка тоже вышивается и купила чашку получается она левая левая чашка вот так вышиваться будет я хочу вместе на полочке на кухне поставить вот так чашку и чайничек мне кажется очень красиво будет так что мы еще ждем новогодние игрушки от волшебной страны это пожалуй все из рук отдельного я вам все показала и я вот еще заказывала да кстати мне вот магнитик еще такой вот тетушка сова вложила такой такой вот гусь он самолетики тут из бумаги делает и еще там знаете но это из не рук отдельного я заказала такой набор квест для празднования нового года ну потом такие небольшие подарочки там вот хрюшек это как формочки для печенья да и заказала там вот все скупают стаканы сейчас я вам покажу ну вот такого рода стаканы термо прикуют конечно я тоже все хотела такой купить это вообще там чай внутри идет и не знаю будет им кто пользоваться или нет или просто чай выпьют и как бы все на этом не знаю но решила попробовать на подарок купила такую кружку кружку стакан термо-стакан и вот взяла такой тоже наборчик здесь тоже термо стакан и носочки с лисичкой из такая милая лисичка но я ничего не буду скрывать что-то все у меня на подарок пойдет такие вот у меня были покупки ну вот ко мне и пришли мои посылочки и я сейчас не буду тоже показывать что же я купила такие вот ножнички пришли мне черные и лизе я заказывала вот такие же точно розовые такие некрасивые они конечно не сказать что прям очень острые но в принципе нормально так режут и также я заказывала в тетушке сове волшебную страну где-то получается два с половиной месяца мы ждали с дочкой вот наконец-то к нам пришли наши заготовки лиза начала сразу же вышивать своего долгожданного сиреневого оленя здесь конечно превью не очень такое хорошее ну вот будет такой небольшой сиреневый олень и я обратил внимание что на самом деле такой маленький а вот когда на камеру девочки показывают он смотрится намного больше также пришла пришла вот такая вот птичка здесь вот я показываю вам я уже и начала здесь такой стальной бисер и белый бисер как-то не фокусируется не знаю вот сфокусировалась и вот как раз на этой птичке я планировала заменять бисер серебристый на красный сейчас я вам покажу такой вот бисер шоу в комплекте такой стальной серый и вот я его поменяла на красный прозрачный который ранее показывала бисер так вот у меня смотрится птичка и мне вот этот результат гораздо больше нравится чем вот который на превью такой серый здесь значит такая основа пластиковая жесткая довольно таки вышивается здесь мононичью и я вот знаете обратила внимание не знаю будет возможно видно или нет она знаете такая шероховатая основа такая как это белесая как бы не знаю вот видно не видно вам а вот этот вот с этой стороны пластик он прям такой идеальный прозрачный мне там все бликует и лампу поставил чтобы хотя бы что-то видно было такое значит здесь прозрачный пластик но он более такой гладкий вот но они наверное делают специально то основу потому что на фетром не будет закрываться и она более такая идеальная а это может быть как бы как изнанка что ли должна была бы быть если по на закрывалась но я думаю что и так хорошо смотрится нотно ну что видно все таки что она белесая и мне нравится как эта птица получается я выбирала специальными снежинку потому что мне кажется снежинки там более такие сложные формы и если бы я захотела закрыть фетром у меня бы это наверное не получилось потому что там не такие совсем есть ажурные а вот птицы и ну птицу из фетра вырезать гораздо легче но я наверное не буду ее фетром возможно закрывать мне и так нравится смотрится по моему даже очень хорошо но изнанку практически не видно вот закрепление мне кажется очень даже хорошо смотрится мне понравилось вот на ней нравится вышивать даже возможно она и удобнее намного вышивается чем на деревянной основе вот это пласть на пластике вышивка но здесь я вышивая сама на нитью она как бы на сложнее напутается все время но зато здесь толщина как бы маленькая этого пластика и как-то легче идет в общем мне тоже на пластике понравилось также вышивать как и на дереве так здесь пока оставлю и давайте я вам покажу что же мне еще пришло здесь вот сразу мне положили магнитик такой не знаю то ли это мишка то ли это львица вышивает мне кажется это больше даже на львицу похоже может быть и мишка такая вышивальщица надо как подарочек спасибо большое и сейчас вот еще покажу какие наборы я заказывала заказала я такой домик на деревянной основе такой вот сейчас сейчас как раз его видно потом значит что я заказала санту но здесь превью вообще никакое мягко сказать ничего не видно но он получается красивый я уже видела отшилы очень красивый санта получается также я заказывала вот такой красный шарик но я вот в основном в красном цвете все заказываю такой вот шарик затем елочка она зеленая но вот здесь присутствует по моему какой-то бордовый либо красный цвет и я тоже ее заказала заказала вот такую вот форму не знаю так как сосулька что ли там есть зеленый белый золотой цвет и красный ну тоже вот мне подойдет для моей елочки еще заказала одну птичку такую она такая мятная какая-то зеленоватая ну вот тоже хочу на ней попробовать бисер и поменять мне вообще понравилось бисер менять так экспериментировать может быть я тоже сюда красный цвет сделаю еще может быть какой-то поменяю но белый в любом случае я оставлю вот и вот темный наверное вот этот он помню темно-темно зеленый такой идет у меня еще не открывала вот его наверное оставлю темное белое остальные возможно я поменяю посмотрю что у меня будет получаться еще из наборов я заказала в такую елочку она зеленая с белым бисером вот тут и таким светло-зеленым вот такого еще мишку здесь тоже превью ничего не понятно но вот такая вот форма еще тоже не открывала также от волшебной страны я заказала себе вот такие бобинки такая вот швейная машинка мне они показались очень интересными ну не знаю мне кажется их больше для фото может быть буду применять и ну мне вообще просто понравилась форма потому что мне тоже есть швейная машинка я шью и у меня швейное образование так что я как бы вот для себя заказала их специально чтобы вот у меня были такие бобинки еще я заказала бобинки такие вот как скворечники здесь вот птичка скворечник такой сердечко ну красивые бобиночки тоже возможно буду на них нитки намотаю наверное может быть какие-нибудь белые черные намотаю чтобы не такие были ходовые у меня вот ну и для фотографий конечно тоже можно использовать и еще я заказала два органайзера они как только вышли нуждано вышли конечно такие вот органайзеры вот именно с магнитиком и вот мне знаете понравилось то что здесь номера ниточек вот они указаны это очень мне кажется очень удобно потому что у меня тоже был органайзер от волшебной страны и я там выжигала сама там конечно это криво косо все выжигала выжигателем эти цифры а здесь так аккуратно все нанесено плюс еще такой очень красивый сам по себе органайзер большой на 32 на 32 цвета такая вот бобинка здесь идет красивая тоже с цветочком не такой не было ну здоровски я кстати думала что здесь может быть все таки будет не бобинка ну такая основа с перфорацией для вышивки меня лиза на таких любит вышивать но к сожалению такие только видимо основы идут с бисера для бисера только вот в бисерных именно органайзеров таких вот к сожалению нету и еще я заказывала вот такой органайзер тоже с птичкой тоже здесь тут уже 20 цветов как бы немного меньше такой вот тоже здесь вот у птички глазик магнитик мне кажется тоже будет очень удобно буду их использовать они такие немножко затемненные особенно мне кажется вот этот более такой темный я надеюсь что нитки не будут пачкаться и что не нужно будет эти органайзеры дополнительно как бы покрывать лаком еще не хочется это делать ну возможно может их как-то немножко протереть посмотреть будут ли эти дырочки окрашивать там белый цвет ниток к примеру да вот мне еще каталог выложила тетушка соба ариоли с такой с новиночками мне здесь конечно не особо что-то понравилось я все влипает так не очень хорошо вот такой может быть интересный перчики лук интересный такой набор тут вот новая дорожка такая вышла с клематисами это вот из новинок каталог здесь вот такие овощи грибы так здесь просто грибы вышивка гладью и колокольчики такие симпатичные вот гуси какие и вообще не любитель гусей но красивый сюжет здесь вот девочка с утятами такой вот такие новинки более таких детских сюжетиков ну может уже все видели конечно этот каталог такие котятки кстати вышли да и тут вот у нас ловец снов тоже интересно ну такой вот каталог в общем а сейчас хочу показать вам небольшие такие подарки мои что мне подарили мама мне из рукодельного подарила такой календарь на 2019 год я люблю такие календари она знает у меня был календарь хобби как-то он там назывался календарь и мне вот тоже я делала как-то заказ тетушке савеи вот они мне присылали как в подарок но к сожалению в этом году не выслали так что ну вот не знаю такой вот теперь у меня будет тоже он красивый так сейчас быстренько так пролистаю но единственное знаете мне он не было вот странно здесь увидеть что это вроде как до календарь по рукоделию а здесь праздники день вышивания и день рукоделия они даже не обозначены почему-то и вообще здесь много очень праздников нет у меня вот это не сильно понравилось как бы странно в таком календаре и день вышивальщицы ну как не отметить до что это праздник здесь совсем чуть-чуть вот здесь вообще просто новый год все как бы мало и на 2020 код такой вот календарь ну красивый не очень понравился и обязательно повешу я наверно сама от руки подпишу праздники там какие мне важны по рукоделию особенно и хочу еще показать мне пришла посылочка от людочки дарюшенко я совсем ее кстати не ожидала эту посылку мне люда написала вконтакте какой-то вот номер она написала штрих-код такой я вообще не поняла что это именно посылка я сначала подумала что это какой-то штрих-код может как поздравление с новым годом ну вот зашифрован об этом штрих-коде оказалось это был трекинг трек номер на посылку и я его когда внесла там на сайте посмотреть когда эта посылка придет оказалось что она уже на почте меня ожидает было очень приятно и неожиданность такая была большая я пошла ее сразу же получила вечером вот мне там просто надо было еще ножницы как раз вот эти вот сердечками забрать и вот я получила эту посылку людом не прислала очень много всего красивого сейчас я вам покажу она прислала в такой мне наборчик луговой чекан у меня 2 есть она мне по моему да она как раз она мне его дарила парный я уже не помню как называется там птичка но там такие маки изображены и птичка сидит так что теперь вот у меня можно сказать вся серия не знаю может быть там еще какие-то птицы есть но по-моему их две тоже такой вот красивый наборчик еще был вот такой набор такой вот блудчик от милхил такой вот цыпленочек пасхальный здесь вот ниточки этом уже посмотрела ниточки красивый бисер и вот здесь вот кстати много разных этих цыплят разных цветов вот ну и мой такой вот голубой тоже будет юда спасибо огромное также прислала такую вот ткань он такая прям новогодняя серебристая вот очень красивая здесь такая очень красиво мне понравилась и вот такая вот уже не новогодняя тоже синяя но тоже ее можно думаю как-то с этой скомпоновать или отдельно использовать такая вот тоже голубая и основная часть посылки было вот это вот все богатство было очень аккуратно все запаковано здесь очень много бусин у меня коробочка оказалось пустой из фикс прайса и вот у меня лизочка моя дочка все сюда переложила нам тут бусинки перебрала конечно тут ячеек особенно не хватало но она так старалась как бы какие-то более-менее одинаковые сложить на такие какие-то там цветные может быть здесь такие же мчужные вот как-то она тут по критериям отбирала здесь разные шармики такие вот ножницы кстати шармики очень очень крупные там вот ножницы например вешалки здесь даже есть кролик из алисы в стране чудес я просто обожаю все вообще всю тематику с алисой но тут вообще много что да есть тут разные пуговки форме елочек домиков ну бусину вы видите наверное вот кисточки такие полу бусины здесь вот например сердечки и много-много всяких разных страз вот таких переливов какие-то вы тут капельки уже красивый вот более мелкие разноцветные здесь много да тут пайетки стразы полу бусины тут вот пуговка 1 сюда завалилась в общем очень много красоты вот такие интересные катушечки маленькие хорошенькие на вот эти вот очень красиво я уже тут на открытке наклеила такие стразы кстати классно да вот так смотрится да и вот тут много всяких разных пайеток такие например вот такие такое богатство разные разные в общем стразы пайетки полу бусины вот еще там была одна игрушечка самодельная на елку но лиза у меня уже забрала там к себе повесил пускай висит уже снимать не буду ну и конечно же вот это вот богатство бусин потому что я делаю тоже маячки сама и вот у меня теперь будет много много разных таких вот бусинок будет очень большой выбор для создания маячков ну может быть чего-то еще может украшений каких-нибудь я так думаю ну в общем я очень рада что не пришла такая посылка такими разными интересными штучками подвесочками бусинами ну и конечно же наборчики с тканями очень красивые люда огромное тебе при огромное спасибо я вот не ожидала конечно такого подарка но людо как всегда удивляет спасибо тебе огромное очень порадовала перед новым годом вот видите тут тоже по моему алиса да тут чеширский кот алиса вот что-то написано в общем красота совсем забыла я показать я же еще в тетушке сове купила открытки от анны петуновой мне очень нравится ее разработки вообще вот как она рисует я решила собирать открытки ну я уже как бы собираю вот мне очень нравится открытки с котами я парочку себе прикупила ну какие там были с котами конечно особо там их немного было тетушки сове ну в общем я решила собирать открытки с котами осенние открытки с грибами с тыквами хэллоуинские в общем с осенней тематикой вот я помимо котов еще взяла вот такую вот открыточку тут дверь с тыквами такую вот тоже красиво так ну вот это вот тоже красивая но я ее не покупала это мне прислали как в подарок в общем вкус яблоками тоже красивую такая вот хэллоуинская у анны такая схемка есть можно купить и вышить очень красивая там на тему рукоделия такие вот тыквы здесь яблоки ну как она такая больше на вязанию посвящена здесь такое какао с зефирками с маршмэллоу ну вот тоже очень понравилось такой вот чаек тоже осенний красивый и вот такая вот с грибами в общем с часами грибами тыквами здесь шиповник но тоже очень уютная мне понравилось вот набрала таких открыток и здесь я взяла несколько еще новогодних вот посвященных рукоделию потом если такая вот синичка и вот такая вот вот она тоже такая есть по моему и вот это по моему есть схема может я ошибаюсь конечно но вот это точно есть я видела уже отшив этой двери но очень красивая получается вот хочу повешать ее на дверь холодильника мне так тоже она нравится на такая зимняя праздничная тоже уютная очень красивый сказочный сюжет новогодний ну вот пожалуй теперь ты точно все показала ничего не забыла надеюсь вам было интересно это время провести рядом со мной посмотреть за меня порадоваться что же я накупила что мне подарили большое вам всем спасибо за внимание я вам желаю крепкого крепкого здоровья новогоднего настроения и вдохновения на вышивку ну а я буду с вами прощаться всем пока и до скорых встреч в новых видео